Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые любители шахмата! С вами Владимир Добров и Ческом.ру. Сегодня первый день Кубка Мира в солнечном славном городе Сочи. И мы с вами отправимся на просмотр интересных моментов мужского и женского разряда. Поговорим о наших в первую очередь. Итак, нокаут, напомню, турнир. Один из самых ярких, запоминающихся и долгожданных для многих болельщиков. Много участников играет в этот раз в мужском разряде. Их целых 206 человек. И большинство игроков вынуждены начинать с одной 128-й финала. И среди них 27 участников из России, россиян, представляющие Россию так или иначе. И с этой стадии начинают 12. Остальные 15 более титулованные, скажем так, вайлд-карты, стартуют уже со следующего круга. 1 900 000 приблизительный призовой фонд этого соревнования. Их 110 000 забирает победитель. Играют, как я уже сказал, нокаут. Две партии белыми и черными. В случае ничьей происходит тайбрейк, который проходит на третий день соревнований. Контроль 90 минут на 40 ходов. И, соответственно, 30 минут с 30-секундным добавлением после каждого хода. Поехали, посмотрим, что сегодня делали наши шахматисты. В первую очередь, и поговорим о противостоянии молодых талантов. Это противостояние Володара, Мурзина и индийского новоиспеченного гроссмейстера, о котором просто уже устали вянуть уши, Мишера. Итак, давайте посмотрим. Сегодня Володар играл с очень сильным шахматистом Ердакеско-Виарелом. Одними из сильнейших игроков сборной Молдовы. Ну и просто хорошим парнем. Итак, длинная-длинная теория была после дебюта. В общем, такие позиции лондонского формата возникли. И вот можно сказать, что Виарел сегодня был очень интересно настроен. Сыграл F6. Есть, и такой ход нередко можно увидеть, наверное, в Блице, когда мы говорим о маус-слипах. Но нет, это был не маус-слип, а целенаправленная идея захвата пулей Е5. При случае черные готовы были играть G5-H5. Такой интересный и новый, можно сказать, план в таких позициях. Ну и по большому счету так и происходило. Виарел получил свою игру, но Володар имел тоже свои козыри. Очень крепко поставил все фигуры. И долго-долго маневрировали шахматисты. У каждого была своя правда. В итоге Володар в какой-то момент получил небольшую инициативу. И пришлось Ердакетску уже, как говорят в таких случаях, сматывать удочки. И потихонечку-потихонечку искать уже уравнение. В итоге так оно и получилось. И все равно Мурзин получил плюсовую позицию, где он немного мучил своего более опытного визави. И в этой позиции продолжилась игра. У Мурзина есть перевес. Он пытается его сейчас реализовать. Ну и пожелаем ему успеха. Очевидно, что за этим парнем совершенно точно будут пристально смотреть скауты. Заморские. Заморские скауты, да. В то время, как Володар получил прекрасную позицию по дебюту и играл очень интересно, Мишрай играл достаточно примитивно и, честно сказать, неубедительно. В этой спокойной позиции, без какого-либо напряга, позиция после дебюта возникла приблизительно равной, Мишра начал играть достаточно примитивно. Сделал вход слон Д3, затем он сделал вход слон Б5. И вот такое вот осуществил достаточно опасное стратегическое решение. Потому что в таких случаях слон на Е8 очень серьезная фигура, которая сейчас находится в засаде. И здесь Джабао провел настоящий позиционный урок, как сказать, показал Юнцу его место. Блестяще отыграл эту часть партии Баадур. Баадур. Напомню, что Баадур у нас один из самых ярких шахматистов. И его рейтинг явно занижен. И вот после длительных определенных моментов мы видим, что вот ход Ж4, молодой, пошел вперед. Естественно, это было очень весело со стороны черных. Он просто отрягивал конь Х7 и выяснил, что только у белых могут быть проблемы. Потому что после хода Ф6 умножается целый ряд позиционных слабостей. В частности, это пешки в центре. Но молодой пошел все равно дальше. Ну и вот после длительных маневров понеслась еще и пешка ферзи о фланга. И Баадур здесь сделал все очень здорово. Все очень качественно. Защищенная проходная. И одновременно растянул оборону белых. В то время, как белые просто ничего не делали. На месте стояли. В итоге съел пешку. Ну и дальше просто перешел в такое вот конкретное уже наступление. Конь вернулся на Е5. Ну а конь на Х7. Концептуальный конь Джабава. Иногда вы можете в его партиях увидеть даже на поле Х8. Оказался более четким, более конкретным. Ну и в общем-то в этой партии вскоре все очень быстро завершилось. Для индийского гроссмейстера уже. И вот в этой позиции вскоре Джабава добил своего оппонента. Ну что же, вот такая вот история. Короткая. Дальше я бы хотел показать вам, как одну из самых быстрых побед достиг Асанан Сюгиров. И вот в этой позиции после разменной Ф5 его менее опытный шахматист, его менее опытный противник Пруденте Эльмер осуществил неудачный ход сломбит Б2. И промежуточный ход земнул и остался без пешки. И в дальнейшем партию эту Санан легко довел до победы. Также отмечу борьбу Афанасьева и Бориса Савченко. Это самое, наверное, плотное противостояние московское двух гроссмейстеров известных. Ну и в общем-то, кто здесь выйдет победителем, сказать сложно. Но мы видим, что у Афанасьева сейчас 3 на 2 в ладейном Эншпиле. И понятно, что чаще всего это всегда ничья на высоком уровне. Но кто знает, может быть что-то и получится. Есть определенные нюансы. Ну и, соответственно, самый, наверное, сочный пример, который сегодня состоялся в мужском разряде, это партия Андерсона. Андерсон. У нас есть Карлсон, а теперь еще есть и Андерсон. Ну что же, Андерсон играл против Салиноса Эрера Пабло. Прямо-таки футбольная фамилия настоящая. И чилийский шахматист в этой позиции после хода слон c1. Вы можете поставить на паузу и найти ход от Салиноса. Да, Салинос сыграл конь g4. Отвлекая таким образом ферзя белых от защиты пункта f2, мы видим, что конь на краю доски обычно позор для шахматиста. Но Салинос перевернул сегодня новую страницу в шахматах, доказав, что это совсем не так. Итак, конь g4 он сыграл. Брать на e3 нельзя. Очень красивый мат. Мы видим, королю наступил бы. Такой арест короля с двух сторон. Очень красиво. И попытался с Алиной Андерсен сыграть ладья d3. Но Салинос был совершенно не скромен. Сыграл d4. Теперь и слон контролировал поле g2. Опять-таки угрожает мат в один ход. И после хода ладья d1, казалось бы, белый король еле-еле пытается ретироваться. Когда-то на e1 убежать. Но вот второй момент, где вы можете остановить это видео. И найти разящий удар от Салиноса. Действительно, это ход ферз g1. Блестящий совершенно ход. Отнимающий поле жаден у короля. И на конь бежаден следует мат на h2. Итак, вот он. Позор для шахматиста. Конь на краю доски. Как мы видим, белый без защиты. Вот такой тур. Мы смотрим за нашими. Пока никаких сенсаций в первом туре не произошло. И главное, что без каких-то неприятных сюрпризов для наших болельщиков. Будем смотреть, что будет происходить завтра. Завтра будет всё интереснее. И, как говорят, интереснее всё с каждым днём. Чем дальше в лес, тем страшнее. Ну и переходим к женскому разряду. Где, безусловно, наше внимание приковано нашим прекрасным девушкам. В частности, Александр Костенёк, наша королева, 12-я чемпионка мира, играет в этом кубке. Но она начинает со следующего этапа. А пока она присматривается к соперницам. Ну что же, женский турнир собрал чуть меньше шахматистов, к сожалению. Тем не менее, турнир тоже очень-очень представительный. Призовой фонд 700 тысяч долларов. И наших девчонок 15. Будем желать им успеха. С крестем пальцы. Ну и сегодня, по большому счёту, из новостей была только одна неприятная новость. То, что Анастасия Парамзина, к сожалению, приболела. И вынуждена была отказаться от участия в кубке. Таким образом, её соперница проходит следующий этап без игры. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что происходило в партиях. И вот в партиях сегодня было две, наверное, партии. Такие приятные для наших болельщиков. Это партия Валентины Гуниной. Неоднократные победительницы тоже в Сирио-Руси. И многократные олимпийские чемпионки. Против достаточно интересной шахматистки с фамилией Февраль. В переводе на русский. Ну вот, такой вот был сегодня праздник у Валентины. Она сегодня играла очень просто и без затей. Провела Е4 в каталонском начале. Это очень удобное положение. Которым белые намертво захватывают большое преимущество позиционного характера. Ну и, в общем-то, здесь так оно и происходило. Соперница, кстати, была менее опытной. И попала очень быстро под неприятные раздачи. И вот после Б6, последовал ход конь Ц6. И мы видим, что вилка произошла. И дальше Валентина, конечно, никаких шансов не дала своей противнице. В этой позиции в скором времени февраль капитулировала. Да, ну что же, вот такая была партия. И вторая партия, которая, безусловно, была интересной. Играла также Лея Грифулина. Одна из самых, наверное, талантливых на сегодняшний день юниорок. Против Кораллис Химинес Зинь. И наша шахматистка играла черными. И применила вариант Найдерфа. В котором, в общем-то, показала более уверенную игру. И вот после хода конь А4, обычно все-таки играют белые ферзь Д3. В общем-то, не испугалась она идти на какие-то осложнения, связанные с ходом конь Б6. А просто пожертвовала такое качество. Ну что же, качество, конечно, казалось интересным. Но вот не факт, что это было все очень корректно. Потому что белые могли сыграть С4. Однако соперница сыграла по-другому. Ну и, в общем-то, была здесь такая очень острая борьба с обоюдными шансами. Так или иначе, Лею удалось перехитрить свое менее именитую противницу. И в итоге пешки центральные пришли в движение. И, безусловно, она здесь уверенно довела партию до конца. Видите, пешка Е очень опасная. И от нее просто нет защиты. Она движется очень быстро. Пешка пришла на Е2. И вот белому пришлось подсадиться достаточно экзотическим образом. Играя ладья Д7 на Д1. Создавая самостоятельную вилку. Такое редко увидишь, честно сказать. Ну и вот, таких вот решений, возможно, мы будем в этом турнире видеть много. Так или иначе. Но, как так получилось. И так, в итоге, вот такой вот красивой комбинацией завершилась эта партия. Играет у нас и Катерина Лагно, и Александр Костенко, я сказал. И все наши лучшие девушки готовы в этом турнире показать свои лучшие качества. Желаем им успеха, безусловно. Ну и, конечно, надо сказать в конце о погоде. Погода в Сочи хорошая. 26 градусов. Безоблачное небо. Но, возможно, кратковременный дождь. С вами был Владимир Добров. Честком Ром. Подписывайтесь на канал. Следите за Кубком Мира. И болеем за наши, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok